Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, вопрос 341. Исайя 55.1 Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и бесплатно вино и молоко. Как понять «покупайте без серебра»? Ответ. Все, без чего невозможно человеку жить, самое ценное дается даром. Воздух, ласка друзей, солнечный свет, земля. Умели бы этим правильно пользоваться, и многого богатства бы и не надо. Для души Бог дает несравненно больше, чем для тела. Даром – голговская жертва креста. Даром дает Духу Святого. И даже более того, посредникам своим говорит, Матфея 10 глава 8 стих, «больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили и даром давайте». А если кто-то покусится извлекать из этого прибыль, купить за деньги таинство, то ему грозит смерть, как Анане и Сапфире, Деяние 5 глава. Этот грех сурово карается в Церкви Христовой, как грех Симонии – поставление священных чин за деньги. Покупать ничего не нужно, потому что явно речь идет не о деньгах. Покупайте без серебра и без платы. Но Бог дает свои дары для души не за серебро, а требует равной платы духовной. Римлянам 13 глава 8 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И за Свою любовь Бог умоляет, требует равной платы любви. Ибо Он есть, Он Сам есть любовь». Марка 12 глава 29-30 стих. Иисус отвечал ему. «Первый из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь Единый. И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей душою Твоею, и всем разумением Твоим, и всей крепостью Твоею». Вот первая заповедь. 1 Иоанна 4,16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Каждый раз, когда я гляжу на ценники в храме, мне стыдно и страшно. Я проповедую Слово Божие сорок лет бесплатно, всюду, везде и в храме, и представляю себе картину, как я после проповеди с шапкой пошел бы по кругу. Смешно. Когда говорится «идите к водам», то речь идет о Духе Святом. Даже не о таинствах, а о живой проповеди, о реках воды живой. Иоанна 7,38-39 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал Он в Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...